Так вот я напоминаю вам, у нас бюджет армии порядка 100 миллиардов гривен, которого раньше не было, и при вас тем более. У нас есть внешние долги порядка 87 миллиардов, что тоже никогда не было. Пусть мы покажем те долги, которые вы брали. Это вы их создали. Третий. Вы их увеличили. Я прошу дальше. А что же вы мне всёкаете? Вы мне спрашиваете, я должен помолчать. Это бюджет, это то, что мы открываем долги на автогаза, стоимости порядка 100 миллиардов гривен. Так вот 300 миллиардов из 580, а на остальных живите как хотите. Так вот наши люди имеют нижние зарплаты, только потому что мы не делали никаких реформ раньше. Я закончу свою свою мысль. Так вот сегодня стоит одна важнейшая задача. Мы знаем, как наполнять бюджет. И мы для этого всё необходимое делаем. Что же вы этого не делаете? Создание делаем. Создаём рабочие места, проводим дирегуляцию, проводим все реформы для того, чтобы люди могли инвестировать в страну. Главный инвестор, ещё раз повторяю, это бюджет Украины. Второй инвестор, это частный инвестор. Покажите, куда-то что-то проинвестировали, хоть один пример. Я говорю, так вот я хочу сказать, здесь сегодня даже ваши цифры, которые сегодня в металлургию вкладывают деньги, которые сегодня делают всё для того, чтобы металл, лом не вывозь, как металл. То есть он здесь бюджет тогда, вы же говорили, что главный... Так вот мы говорим сегодня за доллар и привязываемся к цене газа. Так вот я хочу сказать одно. До тех пор, пока украинцы не будут считать, сколько они потребляют газа, пока они останавливаются в каждой квартире счётчики, до тех пор мы не будем за истинную цену этого газа. Когда человек получает 1600, а платит 1500 им уничтожить, это вам можно. Мы стареющие Сергея Капкина, но...